Во-первых, последние четыре пункта новых обвинительных заключений в уголовных преступлениях очень серьезны для Дональда Трампа. Предыдущие два обвинительных заключения были серьезными в том смысле, что это 74 обвинения в совершении уголовных преступлений, связанных с его неправильным обращением, кражей документов якобы из Белого дома. За каждый из них грозит до 10 лет за нарушение закона о шпионаже. Таким образом, Трампу уже грозят сотни лет заключения. В новом обвинительном заключении четыре пункта. Сговор с целью нарушения прав, сговор с целью обмана правительства, препятствование официальному расследованию и сговор с целью препятствования расследованию. Они все связаны с тем, что можно назвать планом или попыткой государственного переворота. Они охватывают период с ночи выборов 3 ноября, когда он сделал заведомо ложные заявления о том, что выборы были сфальсифицированы, и что Джо Байден не победил за тем, что голоса были украдены. И это продолжалось вплоть до атаки на Капитолий 6 января, когда Трамп и его сообщники пытались заставить вице-президента Майка Пенца, который отказался, заблокировать сертификацию Конгрессом Байдена в качестве президента. Это похоже на попытку не только свергнуть выборы, но и свергнуть американскую систему. Это третий блок обвинений, я думаю, является самым серьезным для американской системы. Они не собирались останавливаться ни перед чем, чтобы зацепиться в Белом доме, и считаю, что это самая большая проблема для американской системы с 1865 года, со времен гражданской войны в США. Как сказал вчера Майк Пенц, бывший вице-президент, который отказался вмешаться, чтобы заблокировать выборы Джо Байдена, Дональд Трамп не виновен, пока его вина не будет доказана, но он не выше Конституции. Достаточно интересно, что это обвинение означает для республиканской партии. Сторонники Трампа становятся все более ярыми каждый раз, когда ему предъявляют обвинение. Они просто становятся все более и более агрессивными и присылают ему больше денег, и жертвуют на его компанию. Интересно, потому что самая большая сумма расходов на его компанию сейчас – это судебные издержки на адвокатов. Так что все деньги, которые эти люди отправляют Трампу на его президентскую компанию, на самом деле идут на оплату адвокатов. Это довольно серьезное обвинение. Но тот факт, что в этом обвинении нет слова «восстание», означает, что они не думают, что смогут доказать, что он это сделал. Все остальные обвинения гораздо менее тяжкие. И нигде не говорится, что он пытался свергнуть правительство Соединенных Штатов. Заговор с целью обмана, заговор с целью воспрепятствования официальному разбирательству, связанное с голосованием в Конгрессе, что в января. Сговор означает, что он говорил с другими людьми, и все они согласились воспрепятствовать. Затем заговор с целью нарушения прав – это своего рода дополнение. Эти обвинения – дополнительная опасность для Дональда Трампа. Но республиканцы любят его еще больше. Не все республиканцы, только примерно половина республиканской партии поддерживает его. И нужно отметить, что всего 25% населения идентифицируют себя как республиканцы. Значит, сейчас мы говорим о том, что примерно 12,5% американцев любят его все больше и больше. Чем больше ему предъявляют обвинений, тем больше он нравится своему ядерному электорату. 50 с лишним процентов республиканцев считают, что он никогда не брал с собой домой секретные материалы, хотя это есть на видеозаписи. Так что, если вы ничему не верите, то мы имеем дело с разной реальностью. Эти обвинения – самые серьезные обвинения против него на сегодняшний день. Яркие заголовки, он в новостях, но в то же время это просто очередной новостной цикл, в котором мы слышим «Трамп, Трамп, Трамп» каждый день. Он доминирует в новостях. Нет причин думать, что его соперники-республиканцы на пост президента могут победить, потому что они боятся нападать на него, отчасти потому, что это не принесет им никаких голосов среди республиканских избирателей на праймерис. Все, что они делают, просто надеются, что он каким-то образом исчезнет. Я думаю, все это ему на самом деле помогает стать кандидатом от республиканской партии. Но что будет на всеобщих выборах – неизвестно. Странная вещь с президентом Байденом. Если не смотреть на видео с ним, а только взглянуть на достижение первых трех лет его президентства, на самом деле он довольно успешный президент. Экономика процветает, не впадает в рецессию, инфляция снижается. Он принял инфраструктурную программу, о которой Трамп с республиканским конгрессом только говорил, но ничего не сделал. Наших союзников снова можно считать нашими друзьями. То, что мы делаем в Украине, правильно. Но Байден не получает достаточно баллов за это. Я думаю, что это потому, что он плохо выглядит на экране. Он выглядит старым. Не думаю, что кто-то в Вашингтоне считает его маразматиком. Но он не выглядит энергичным президентом. Хотя я мог бы доказать, что он невероятно успешный президент. Так что есть президент, который действительно хорошо справляется, но не получает за это дополнительные очки. А есть дикий человек, который любит кричать, и он постоянно в новостях. И вы знаете, многих людей привлекают такие сильные мужчины в качестве лидера страны, даже если этим сильным мужчинам предъявлены обвинения в преступлениях.